Значит, у нас индукция существует в трёх формах, да? Значит, вот у нас есть принцип математической индукции, он нам говорит, что для любого предиката на натуральных числах, если что-то это свойство верно для нуля, и наше свойство сохраняется при добавлении единицы, если из того, что оно верно для n, вытекает, что оно верно для n плюс 1, тогда наше свойство верно для всех натуральных, ну, квантеры все по-натуральным, для всех натуральных n. Ну, совершенно эквивалентно это можно сформулировать для подмножеств. Ну, почему? Потому что каждому свойству в соответствии ставится подмножество чисел, ну, которые ему удовлетворяют. То есть тогда как это будет выглядеть? Если ноль лежит в нашем множестве, и наше множество замкнуто относительно добавления единицы, то тогда у нас все числа там лежат. Ну, так как это заведомо подмножество натурального ряда, ну, можно сказать просто, что х совпадает с n. Вторая форма нашей индукции какая? Это принцип наименьшего числа. Как он выглядит? Ну, в терминах свойств, например, так. Для любого φ, если у нас существует какое число, которое обладает свойством φ, то существует число m, такое, что оно тоже обладает свойством φ, но все меньшие числа этим свойством не обладают. Ну, или иначе говоря, для любого х, если у нас х не пустое, то существует m, который является наименьшим, давайте я так напишу, является наименьшим в х. Так, пожалуйста, выключайте микрофон, если вы ничего не собираетесь говорить. Вот. Так, ну и еще одна форма принципа индукции – это принцип сильной индукции. Что он нам говорит? Он нам говорит, что для любого свойства, если это свойство, ну, или множество прогрессивно, то есть что это значит? Значит, если из того, что наше свойство выполнялось для всех чисел меньших, чем n, следует, что оно выполняется для n, если вот это вот верно, мы можем это назвать прогрессивностью свойства φ, то тогда свойство φ выполняется для всех натуральных чисел. Ну, альтернативный вид – это утверждение какой? φ верно для нуля, и для любого n из того, что наше свойство выполнилось для нуля, там и так далее. Вот для всех чисел, меньших, чем n плюс 1, следует, что оно выполняется и для n плюс 1. Это понятно? Или не очень? Да, понятно. Мы же даже на лекции равнасильность доказывали. Ну, не знаю, не знаю. Может, доказывали, но кого-то не убедили. И аналогично для множеств. То есть, если у меня прогрессивно множество x, давайте я это напишу для любого n, из того, что все числа меньшие, чем n принадлежат x, следует, что n принадлежит x. Если x вот так вот наследуется на большие числа, то x захватывает все натуральные числа. Вот наши принципы. Давайте теперь в ряде примеров, более или менее нам знакомых, постараемся все это применить. Задачка 1, классика. Для любого n, n меньше, чем 2 в степени n. Ну как, какой формой принципы, ну, для натуральных, какой формой принципы индукции мы воспользуемся? Как вы считаете? Наверное, можно принципам сильной индукции. Ну, это перебор. На самом деле, для того, чтобы число было меньше, чем 2 в степени, чтобы n плюс 1 было меньше, чем 2 в степени n плюс 1, нам вовсе не обязательно знать, что происходит с меньшими числами. Почему? Ну, потому что это дважды 2 в степени n. Правильно? Ну, значит, просто принцип математической индукции. А можно воспользоваться принципом наименьшего числа. Давайте для разнообразия используем принцип наименьшего числа как менее вам знакомый. Используем принцип наименьшего числа. Допустим, вот принцип наименьшего числа, он почти всегда используется в ситуации от противного. Допустим, что существует такое натуральное число, что это неверно. Но мы же знаем, что у нас порядок линейный, Значит, вот это свойство равносильно чему? Что значит, что n не меньше? Значит, n больше или равно, чем 2 в степени n. А дальше рассмотрим наименьшее. Вот появляется дополнительная информация у нас в контексте. Наименьшее n такое, что n больше или равно 2 в степени n. Все. Больше никаких ссылок на индукцию у нас не будет. Ну, тогда, конечно, для любого числа, которое меньше, чем n, все-таки это число k, оно будет меньше, чем 2 в степени k. Правильно? Да. Ну, потому что оно меньше. А теперь я разберу случай, чем может быть n. Но всякое число – это либо 0, либо последователь какого-то другого числа. Ну, допустим, наше n – это 0. По сути, мы рассматриваем базу индукции. Тогда 0 больше или равно, чем 2 в степени 0, чем 1. Но это же неправда. Неправда. А, кстати, если про 0 говорить, то… А, нет. Все-все-все-все. Я сам ошибся. Так, ладно. Второй случай. Существует какой-то M, что n равно m плюс 1. Ну, вот первое, что можно заметить, это то, что наше m, оно меньше, чем n. Правильно? Ну, если оно меньше, значит, m должно быть меньше, чем 2 в степени m. Но, с другой стороны, m плюс 1 больше или равно, чем 2 в степени m плюс 1. Правильно? Да. Вот это мы постараемся привести к противоречию. Но, в самом деле, как же нам поступить? Ну, например, можно вот это вот умножить на 2. Отсюда следует, что 2 в степени m плюс 1, оно больше, чем 2m. Правильно? Правильно. Значит, отсюда у нас получится, что это больше, чем 2m. Или, иначе говоря, мы можем вычесть m из обеих частей, что m меньше 1. Правильно? Ну, м натуральное число. Какое натуральное число меньше 1? Только 0. Значит, m равен 0. Значит, n равен 1. И мы опять обращаемся вот к этому предположению, к тому, что наше n – это число плохое. И мы видим, что тогда единица якобы больше или равна, чем 2 в степени 1. Но это 2. Это неправда. В обоих возможных случаях получены противоречия. Ну, значит, от противного мы доказали, что вот это неверно. Значит, мы с вами получили, что вот это неверно, раз из него следует ложь. Вот и все. Понятно? Да. Вот. Ну, как вы знаете, все эти принципы, они эквивалентны логически. То есть, если вы можете это доказать с помощью одного, вы, конечно, это можете доказать и с помощью другого. Хотя не всегда очевидно, но с исключением того метода, который в доказательстве эквивалентности был, как естественным образом одно заменить на другое. Но конкретно эта простая задачка, она решается, конечно, всеми тремя способами. Очень просто. Давайте рассмотрим менее тривиальную задачу. Тут важное довольно наблюдение. Для любого n больше и равного 3, имеется в виду натуральные, существуют такие числа, а 1а n, они тоже натуральные. И давайте мы еще скажем, что они попарно различные. Существует n попарно различных чисел, такие, что единица – это известная такая олимпиадно-школьная задача. Ну, олимпиадная, имеется в виду олимпиады в пятом, в третьем классе. Что единица равна сумме таких обратных чисел. Значит, ну, почему это так? Ну, вот, например, для тройки. Тут как бы естественная база индукции – это тройка. И часто школьникам, например, говорят, что в применении принципа индукции, ну, можно в качестве базы брать не ноль, а что-нибудь другое. И тогда результат будет для всех чисел, начиная с этой базы. Но это просто некрасиво и нехорошо, когда вы меняете то, что вы называете принципом. Менять надо не принцип, а рассматриваемое утверждение. Сейчас мы с вами убедимся, что это совершенно несложно делается. Так, ну, хорошо, вот на три слагаемых такого типа можно единицу разложить? Есть какие-нибудь предложения? Ну, если Ашки могут быть равны друг другу, то можем взять... Нет, 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 попарно различные, значит, неинтересно. Одна третья, одна шестая. Вот, разложение для единицы на три слагаемых найдено, а на четыре можно? Да. А как? Можно взять какую-то из дробей и разбить ее на три части и... Ну, если на три разобьете, получится, так сказать, пять частей на четыре. Вот, мы разбиваем какую-то из этих дробей на три части и... равные части, и пишем их как сумму, собственно, одной третьей от этой дроби и двух третей от этой дроби. Ну, пожалуйста. Допустим, одну шестую. Одна шестая умножить на одну третью плюс одна шестая умножить на две третьих. Заменяем так. Ну, тут идея в том, что двойка сократится, да? Это получается у нас одна восемнадцатая плюс одна девятая. Правильно? Угу. Ну, да, это работает. Хорошо. А дальше, например, вот мы на четыре разложили, а на пять. Да можем, мне кажется, мы в любом случае можем брать наименьшую из дробей и распадывать ее таким образом. Брать наименьшую из дробей. Ну, а если там... Какое там число окажется? Может, там какое-нибудь простое будет? А-а-а-а. То есть, тут вам надо в предположении индукции запихнуть, что число будет само по себе получаться достаточно хорошим, чтобы такой номер прошел. Ну, возможно, это можно довести до конца, но есть способ гораздо проще. Гораздо проще. Вот. Значит, он сводится вот к чему. Ну, смотрите, единицу мы представили в таком виде, правильно? Правильно? Но ведь если мы представили в таком виде единицу, мы представили в таком виде и любую дробь. Например, деля все это на шесть, мы получим разложение для одной шестой. Правильно? Да. Ну, тогда у нас будет разложение единицы на пять. Но нам это не очень интересно. А нельзя ли нам делить это не на шесть, а как-то более экономно? Да. Давайте поделим на два. Если мы на два поделим, у нас получится разложение для одной второй. Правильно? Ну, а стоит добавить к этому одну вторую, которой здесь нет, и получится разложение для единицы. Как вам такой метод? Ну, работает. Правильно, работает. То есть, если у нас... Основная идея какая? Значит, если у нас есть разложение на n таких дробей, то мы можем просто поделить на два. И заметить, что единица – это одна вторая плюс сумма половинок вот этих вот дробей. При этом важно, что здесь нету одинаковых. Почему? Ну, вот среди вот этих одинаковых нет, потому что деление на два – это инъекции для ненулевых чисел. И двойка не может быть равна 2аи, ну, потому что иначе бы аи было бы равно единице, и у нас n тоже должно было бы быть единицей. Понятно это? Давайте попробуем формально это сделать. Обратите внимание, наше утверждение начинается с тройки. То есть, что это означает? Формально мы можем наши φ, которые мы доказываем, писать таким образом. Если n больше или равно тройке, то тогда вот существуют такие а1, аn, ну, и то, что там от них требуется. То есть, в виде импликации. Ну, или, соответственно, если в терминах множеств, ну, вы можете взять множество всех таких n, что соответствующее свойство там выполняется. Понятная идея? Да. Давайте попробуем формально с этим поработать. Ну, например, в виде свойства, как в более привычном для нас виде. База. База всегда ноль. Но в данном случае это, конечно, такая фиктивная база. Содержательно базой является тройка. Сейчас мы поймем, что, как и почему. Ну, действительно. Значит, φ от нуля. Почему это верно? Ну, утверждение ноль больше, если ноль больше равно трём, то что о нём можно сказать? Об этом утверждении. Заведомо истинно. Да, потому что у него посылка ложная. А раз у него посылка ложная, то само оно истинно. То есть, база здесь тривиальна. Всё, базу мы проверили. Теперь я хочу доказать индукционный переход для любого n. Если φ от n, то значит φ от n плюс 1. Как водится, вот это у нас предположение индукции. Как мы доказываем вообще такую фигню? Рассмотрим. Произвольный n, правильно? Допустим. Допустим, φ от n. Но вот это не всегда нам поможет. Что такое φ от n, кстати? Это значит, что если n больше равно трём, то существует разложение. То есть, понятно, что реально воспользоваться вот этим допущением, я напоминаю, мы его называем предположение индукции, или по-английски сокращённо IH, Inductive Hypothesis. Значит, допустим, вот это вот. А мы хотим, чтобы если n плюс 1 больше или равно трёх, то, значит, существовало бы там что-то. Поэтому мы можем, раз мы хотим импликацию, мы можем то, что n плюс 1 больше или равно трём, добавить. Ну, даже, ладно, не надо. Вот хотим такую импликацию. Теперь смотрите. Дело в том, что я могу предположение индукции применить только если n больше или равно трём, правильно? Угу, да. Вот смотрите. Разберём разные случаи. Первый случай. Вот когда у нас n плюс 1 меньше трёх, тогда что? Тогда n либо 0, либо 1. Ну, это нам не надо. Тогда вот это же ложь? Ну, да. Тогда всё ясно. Почему? Потому что в этом случае вот это вот будет ложь. А из-за лжи следует всё, что угодно. Правильно? Угу. Хорошо. Значит, второй случай. У меня n плюс 1 больше равно трём, но n меньше трёх. Может такое быть? Вот это реальная, настоящая база. Реальная база нашей индукции. Почему? Потому что я не могу применить предположение индукции. Поэтому это и база. Но вместе с тем моя импликация, которая мне нужна, она уже нетривиальна. Когда это происходит? Кстати говоря, господа любители арифметики, знатоки её. Когда так бывает? n равно 2. Когда n равно 2. Да. А n плюс 1 равно 3. Иначе быть не может. Но тут я что использую? Тут я говорю, что действительно у меня существуют вот такие вот числа. Я пользуюсь тем, что 1 равно 1 делить на 2. Плюс 1 делить на 3. Плюс 1 делить на 6. Есть вот у меня а1, а2, аn плюс 1. Я все эти числа нашёл. Логично? Ну и третий случай. В чём он состоит? Третий случай состоит в том, что у меня n больше равно 3. Ну и тем более n плюс 1 больше равно 3. Тогда по предположению индукции. Предположение индукции мне говорит что? Что существует n чисел, которые попарно различны. Которые попарно различны, так и что сумма обратных к ним даёт нам единицу. Правильно? Так, что, всё отключились? Да, правильно. Да, мы не отключились. Так, хорошо. Ну, как мы знаем, дальше мы применяем то, что вот тот метод, который мы содержательно разработали. Мы возьмём и поделим всё на 2. Тогда получается, что 1 вторая – это 1 делить на сумму вот таких чисел. Ну, а значит, единица – это 1 вторая плюс все вот эти вот числа. Ну и, соответственно, их-то я и могу взять в качестве моих новых ашек. Это будет, например, а штрих 1, это будет а штрих 2, ну и так далее. А штрих n плюс 1. Мне надо показать, что все они разные, чтобы завершить доказательства. Ну, почему? Как это сделать? Ну, если 2аи равно 2ажи, что отсюда следует? Ну, что аи равно ажи. Что аи равно ажи. Такое может быть только если и равно жи. Почему? По предположению индукции. Они все были различными. А могло быть так, что двойка равно аитому. Ну, тогда аи-то равно единице, и у нас получилась сумма. Тогда аи-то равно единице. Тогда получается, что вот наша сумма, она у нас содержит 1 вторую, да? И вместе с тем она еще содержит 1 вторую. То есть она уже заведомо больше или равна единице. Правильно? Значит, тут слагаемых нет. Значит, у нас сколько слагаемых всего? Значит, n плюс 1 равно 1. Извините, n плюс 1 равно 2. У нас, значит, может быть только 2 слагаемых. Правильно? Да. Ну, а если n плюс 1 равно 2, то это противоречит, конечно, тому, что в нашем случае n плюс 1 больше равно 3. Значит, они тоже все различные. Понятно это? Угу. Не произошло такого, что все было понятно, а после того, как мы это формально рассмотрели, стало непонятно. Да нет. А когда у нас задачи на индукцию нужно будет решать, все прям настолько же формально нужно будет? Ну, тут нельзя дать однозначного ответа. Потому что если задача простая, понятно, что там происходит, конечно, это не нужно. Но бывают случаи трудные, и задачи бывают весьма хитрые. И там для вашей собственной пользы, чтобы не запутаться, рекомендуется все делать формально. То есть, это зависит от задачи. Ответ такой. Мы, конечно, индукцию будем очень часто видеть, и в большинстве случаев это будет несложная индукция. А значит, вот такое внимание к деталям немножко излишне. Но идея в том, чтобы вы просто умели эти детали восстановить, если вас об этом попросят. Понятная идея? Да, понятно. Хорошо. Следующая задачка. Следующая задачка предполагается тут применить принцип сильной индукции. Допустим, вот у нас есть какое-то вещественное число, и нам известно, что 1 делить на А плюс А – это целое. Тогда для любого натурального n, на самом деле для любого целого, как вы понимаете, потому что если n заменить на минус n, это наше число, оно перейдет в себя, тогда такое число тоже целое всегда. Это на самом деле такой, ну, не совсем, может быть, даже тривиальный арифметический факт. Кстати, а есть такие числа? Может быть, это утверждение вообще тривиальное? Бывают такие числа? Ну, по крайней мере, один. Ну да, но это неинтересно, а не один. Кажется, что нет. Ну, вы не правы. Смотрите, вот, допустим, вот у нас это какое-то целое z, да? Давайте, понимаешь, что там а не нулевое, умножим на него, что тогда будет? Получится а в квадрате минус ка плюс 1 равно нулю. Согласны? Получилось квадратное уравнение. Ну, когда у него есть трещение? Надо понимать, какой у него дискриминант, да? Да, ну да. К в квадрате минус сколько? Да. Минус. Минус 4. Ну, понятно, что для достаточно больших k это больше нуля. Для достаточно больших k по модулю. То есть, на самом деле, для почти всех целых чисел такое уравнение имеет вещественные корни. Даже можно сказать, что оно имеет два вещественных корня. Значит, и таких чисел, как видите, счетно много. Вот. Такие дела. Ну, например, если k была бы тройка, например, то что это было бы? 9 минус 4, то есть, какие там, что там получается? Если k это тройка, да? 3 корня из 5, да? 3 плюс минус корень из 5 разделить на 2. Вот такие числа, например. Да, вот. Значит, ну хорошо. Такие числа есть. Утверждение интересное, нетривиальное. Давайте его доказывать. Ну, метод, естественно, на ум приходит индукция по n. Что же еще? Ну, если n равно нулю, то a в нулевой плюс 1 делить на a в нулевой – это что такое? 2. 1 до 1 – 2. Если n равно единице, это у нас получается такая штука, которая целая по условию. Нам дано, что наше число является целым. А что дальше? Дальше? Вот тут надо догадаться. Тут творческий момент. Надо что-то придумать. Для двойки можно. Стойте. Так у нас вроде база есть уже. Теперь переход нужен, да? Ну, теперь нужен переход. Только вот что там за переход? Давайте сообразим. Для двойки можно в квадрат возвести, и тогда все будет хорошо. Ну, давайте возведем в квадрат. Значит, если мы такую фигню возведем в квадрат, у нас получается a в квадрате плюс a в минус второй. 2 делю. Плюс 2, правильно? Ну, 2 целое. Ну, целое, да и целое. Ну, если мы в куб возведем, так уже не получится. Тут интересно, что 2 это а, что это такая штука. Вот что здесь интересно. Нельзя ли тут как-то обобщить? То есть, может быть, если у нас, может быть, есть разложение, что... Вот что, например, будет, если мы вот такое вот число умножим на вот такое? Что получится? Ну, a в n плюс 1 плюс 1 плюс 1 делить на a в n плюс 1. То есть, у нас уже получилось одно из чисел такого вида, правильно? А что еще будет? Ну, плюс a в n минус 1 плюс 1 делить на a в n минус 1. А по предположению индукции это целое. Вот оно что. Смотрите, что оказалось. Давайте вот, когда вычитать, вычитать всегда плохо. Ну, потому что... Ну, есть натуральное. Потому что натуральное минус 1 может не существовать. Понятно это? Поэтому давайте от вычитания избавляться. Вот мы имеем следующее несложное утверждение. Что a в степени n плюс 2 плюс 1 делить на a в степени n плюс 2. Оно равно чему? Оно равно... Я здесь везде n заменил на n плюс 1. Я думаю, что этот переход, он достаточно несложный. Это вот такая вот штука умножить на такую. Минус. Такое число. По сути дела это вот это вот самое. Просто перенес в другую сторону и заменил n на n плюс 1. Как вам? Согласны с таким? Ну да. Теперь смотрите. Давайте, чтобы не тащить его с собой, это число как-нибудь назовем. там, s, n, t. Что же я вижу? Следствие для любого натурального n. Ну вот это же целое? По условиям. Да. Да. Поэтому если вот это будет целым и вот это будет целым, то n плюс 2 тоже будет целым. То есть для любого n, если s, n целое и s, n плюс 1 целое, то целым является s, n плюс 2. Логично? Да. Можно ли считать, что это некий индукционный переход? Ну, вообще да. Да. Но смотрите. Ведь обычно у нас индукционный переход какой? Если n хорошее, то n плюс 1 хорошее. А здесь? А здесь у нас наше утверждение зависит от двух предыдущих. А не от одного. На что же это намекает? На сильную индукцию. Это намекает на сильную индукцию. В данном случае мы делаем всегда ровно два шага назад. Поэтому, но это не совсем такое полнокровное применение сильной индукции. Сильная индукция разрешает нам использовать наше утверждение вообще для любых меньших чисел. Не обязательно с какой-то фиксированной разностью с текущим. Но, тем не менее, принципа сильной индукции точно достаточно. А принцип математической индукции, ну, без какой-то хитрости тут не срабатывает. А знаете, какая будет хитрость? Давайте в качестве, так сказать, замечания. Можно применить ПМИ, если доказывать такое свойство. Из того, что Sn и Sn плюс 1 целые, следует, что Sn плюс 1 и Sn плюс 2 целые. Вот. Вот если вы будете такое свойство доказывать, то для него пройдет просто принцип математической индукции. Понятно это? Да. Ну, почему? Потому что, чтобы вот это было целым, вам достаточно вот этого. Ну, а чтобы целым было вот это, ну, у вас это явно сказано. Ну, вот. Вот такие вот дела. Но мы не будем этого делать, а мы честно воспользуемся сильной индукцией. Используем сильную индукцию. В качестве свойства, которым будем доказывать, ну, понятно, что это значит, что Sn-то целое. Нам нужно доказать, что оно прогрессивно. Хотим вот такое свойство, что для любого n, если у нас все числа меньше, все, прям вот все. Если у нас все, для всех m меньших, чем n, наше свойство выполняется, так, извините, не натуральное, а целое. Так, господа, вы не утратили еще? Да, кажется, что нет. Как-то мы с вами всего там занимаемся 40 минут, а вы что-то расслабились. Так, хорошо. Значит, вот хотим такую вещь доказать. Ну, смотрите. Вот вопрос в том, нам, конечно, хочется применить вот это следствие. Давайте его звездочкой обозначим. Ну, оно, по сути дела, что-то нам говорит только для чисел, начиная с двойки. Правильно? Ну, вот, а до двойки у нас, по сути дела, база. Мне дано, что для всех чисел, меньших, чем n, sm целое. Хочу доказать, что sn тоже целое. Ну, я разбираю случай. Первый случай. n равно нулю. Вот это вот у меня предположение индукции. Я его всегда могу применить. Но, например, для нуля оно просто бесполезно. Потому что, ну да, для всех чисел, меньших нуля, это верно. Ну и что? Ну да. Если n равно нулю. Ну, я знаю, что у меня s нулевое, это, ну, сами понимаете, это двойка. Она целая. Все хорошо. Второй случай. Если n – это единица. Ну, s1 – это по условию, да. Сколько заедает. По условию. Ну и третий случай. Если n – это хотя бы двойка. Но тогда у меня существует такое m натуральное, что n – это m плюс 2. Правильно? Да. Тогда по звездочке я вижу, что у меня мое s m плюс 2, то есть s nt, оно равно чему? Давайте вспомним. Это s m плюс 1 умножить на s 1 минус s mt. Вот. Ну, собственно говоря, это вот ровно это, да? Да. Вот эти числа, они все какие? Целые. Почему? По предположению индукции. Это по предположению индукции. Вот у нас, видите, предположение индукции. s 1 тоже целое по условию. Ну, да, да, да. Ну, на самом деле мы уже заметили, что там все хорошо. Ведь m и m плюс 1, они меньше, чем наше n. Поэтому я применяю предположение индукции. Но важно, что они не только и меньше, но важно, что они все еще натуральны, потому что это только для натуральных. Понятно это? Ну, и получается, что отсюда, конечно, следует, что мое s n, оно целое. Ясно это? Да. Ну, давайте еще примерчик. Так. Ну, вы, наверное, знаете, что корень из двух – это число иррациональное. Как это доказывается? Да. Ну, от противного можно. Ну, допустим, не так. Вот, допустим. Допустим, не так. Тогда существуют такие натуральные числа p и q, что p делить на q равно корень из двух. Ну, то есть p квадрат делить на q квадрат равно двум. Тогда ложь. Давайте попробуем это доказать. Ну, как это делается? Тогда p квадрат равно q квадрат на 2. Так, и что? Основная теорема арифметики. Ну, основная теорема арифметики. Что p делится на 2. Ну, делится. И что? Ну, нет, я имею в виду, можно представить в виде разложения. Ну, представили. Что? Слева у нас все степени при простых четные, справа есть нечетная степень при двойке. Справа есть нечетная степень при двойке. Разложение единственное. Ну, можно. Но сама основная теорема арифметики, она опирается на индукцию. То есть, это стрельба из пушки по воробьям. Нельзя ли как-нибудь без этого? Попроще. Ну, можно сказать, что тогда p четное, правильно? Ну, значит, и p в квадрате тоже четное. Используем не всю теорему, а кусочек. Это означает, что существует такое, ну, там, s, что p равно дважды s. Правильно? Да. Получается, 4s в квадрате равно q в квадрате на 2. То есть? То есть, 2s в квадрате равно q в квадрате. Но дальше точно такие же соображения. Тогда q четное. То есть, существует такое t, все натурально, естественно, что q равно 2х dt. И получается бесконечная цепочка. Получается, 2s в квадрате равно 4t в квадрате. Откуда следует, что s в квадрате равно 2t в квадрате. Ну, или иначе говоря, s делить на t равно корню из 2. Правильно? Да. А дальше мы хотим сказать, что давайте применим то же самое ks. Ну и что? А почему? Почему нельзя? Почему это бесконечная цепочка? Чему она противоречит? Какому свойству? Потому что p получается в 2 раза больше s, а q в 2 раза меньше, чем там это самое. Тут проблема в том, что у нас получается, что мы смогли уменьшить числитель. Правильно? А у нас дробь несократимая по условию. Нет, такого условия у нас не было. Естественно, можно было бы взять несократимую дробь, но это опять ссылки на основную теорему арифметики. Есть такой немножко более прямой способ все это сделать. Он такой. Надо взять не несократимую дробь, а такую дробь с наименьшим числителем. Вот смотрите. Вот какая здесь логика. Раз существует такое p натуральное, что существует такое q, что там p делить на q, а у него корень из 2, то почему? По принципу наименьшего числа существует наименьшее, наименьшее такое p. Понятная идея? Да. Его и рассмотрим. Вот мы с вами возьмем наименьшее такое p. Тогда для любого s, которое меньше, чем p, уже точно не может существовать никакого q, такого, что sq, s делить на q равно корень из 2. Для меньше уже не существует. Ну да. И вот если мы взяли вот такое, если мы взяли наименьшее такое p, то мы по-прежнему получаем вот такое вот равенство, находим s, и, как мы уже заметили, мы приходим к тому, потому что s делить на t равно корень из 2, но s меньше, чем p. Почему, кстати? Потому что s меньше, чем q, меньше, чем p. Ну, потому что p вдвое больше, чем s, но есть единственное число, которое не меняется при умножении на 2, не увеличивается. Это 0. Это 0. Поэтому нам надо сделать простое замечание. Очевидно, что p не равно 0, да? Но если натуральное число не равно 0, то при умножении на 2 оно увеличивается, поэтому s меньше, чем p. Понятно это? Да. Значит, в результате нам удалось уменьшить это число. Мы нашли такой s, который меньше, чем p, но для него существует знаменатель такой, что получается корень из 2. Вот оно, противоречие, которого мы и хотели. Понятно? Да. Та же самая мысль позволяет доказывать, несколько такие менее очевидные теоретики числовые факты, где даже и не сказано, что надо что-то доказать по индукции. Найти все целые решения, найти все целые решения вот такого уравнения. 8 на a в четвертой, плюс 4 на b в четвертой, плюс 2 на c в четвертой, равно d в четвертой. Что вы скажете на это? Ну, 0 подходит. 0, 0, 0 решение, да? Это очевидно. Есть ли не нулевые решения? Не нулевые, это где не все нули? Кажется, что не может быть. Сейчас это нужно будет противного доказывать. Ну, замечание номер один. Первое. Если x, y, z, там, w решение, то, учитывая, что у нас степени-то с вами четные везде, если я возьму их модули, то получится тоже решение. То есть решений всегда нечетное количество? Бог с вами. Это могут быть бесконечные числа решений. Вот у вас, видите, все время вшита интуиция конечных множеств. Это не очень хорошо. Значит, что тут можно сказать? Я к тому, что если есть целое решение, то есть и натуральное решение. И в натуральных. То есть, если есть не нулевое, где не все нули, не нулевое решение в целых, то есть не нулевое решение в натуральных. Логично? Да. Да. Теперь смотрите. Пусть у нас x – это множество всех ненулевых натуральных решений. Ненулевое – значит, не все нули. Допустим, вот у нас вот есть множество всех ненулевых натуральных решений. Теперь я делаю допущение, которое попытаюсь опровергнуть. Мы ведь с вами хотим доказать, что ненулевых решений нет. Допустим, оно не пусто. Ну, тогда что у нас? Тогда действительно существует какой-то набор натур чисел A, B, C, D, который принадлежит X. Правильно? Да. То есть, для этого набора у нас с вами выполняется 8A в четвертый плюс 4B в четвертый плюс 2C в четвертый равно D в четвертый. Чего? А, ну, сейчас получится, что… А, нет, нельзя так. Смотрите, это четно? Да. Значит, D четно. Значит, существует такое D1, ну, что D равно 2D1. Правильно? Подставляем, получается 16D1 в четвертый. Значит, можно все определить пополам. Значит, можно действительно везде сократить двойку. И что получается? Получается, что минус 8D1 в четвертый плюс 4A в четвертый плюс 2B в четвертый равно минус C в четвертый. Ну, смотрите, ведь это же по-прежнему четно. Значит, у нас C в четвертый – это тоже четное число. Оно имеет вид 2C1, получается минус 16C в четвертый плюс минус 16C в четвертый. Что дальше будет? Ну, дальше получится, что D1 в четвертый равно 8A в четвертый плюс 4B в четвертый плюс 4B в четвертый плюс 2C в четвертый. Дамы и господа, вы с нами, вот кроме тех, кто выступает? Да. Отлично. Значит, получается, что все эти числа четные. Понятно, как мы к этому выводу приходим? А если они все четные, тогда что мы видим? Мы можем сократить на 16. Тогда у нас получается… Мы просто подставляем вот эти A1 и прочее сюда. Тогда у нас получается вот такая вот штука, правильно? Да. Да. 16 забыл. Так, 16D1 в четвертый. Это 16 сокращается. Что же остается? Остается уравнение такого же вида, как изначальное. Это означает, что A1, B1, C1, D1 – это решение. Причем оно не нулевое. Почему оно не нулевое? Ну, потому что если не все A, B, C, D были нулем, то при делении на два хотя бы одно из них тоже осталось не нулем. Да. Значит, существует бесконечно много решений такого уравнения. Ну да, ну что, это ничего не противоречит само по себе. Тогда мы можем как какие-то числа делить бесконечно на двое, а не оставаться правильными. Правильно. Значит, нам надо применить принцип наименьшего числа. А только как? Ведь принцип-то про натуральные числа, а здесь четверки натуральных. Давайте рассмотрим некую норму вот этих решений. Рассмотрим Y. Это будет просто сумма, это будет сумма всех координат. Видно, что я тут пишу? Да. Да, видно. Это будет просто сумма всех координат наших решений. Но если у нас X не пустое, то Y же тоже не пустое. Но Y – это под множество натурального ряда. Логично? Вот она теперь, индукция, появляется. По принципу наименьшего числа существует какой-то такой там Y0, который является наименьшим в Y. Но Y – это же сумма координат всех решений. Правильно? Да. Сумма координат решений. Значит, у нас существует какое-то такое решение X0, Y0, Z0, W0. Такое, что оно является решением. Ой, 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 какие вы знаете буквы? Ну, S. Вот. Такое, что оно является решением. А это S0 – это сумма его координат. Правильно? Да. Но мы только что доказали, что любое решение можно поделить пополам. Покомпонентно. Но тогда X0 пополам плюс, извините, Y0 пополам, Z0 пополам, W0 пополам – тоже решение. И, значит, сумма его координат является суммой координат некоторого решения. Правильно? Давайте обозначим S1. А, извините, S1. Правильно? Да. С другой стороны, это S1, оно меньше, чем S0. А S0 – это наименьшее в Y. Да. Наименьшее в Y. Ну, что получается? Противоречие получается. Понятно? Да. То есть, резюмируя, мы показали, что любое ненулевое решение можно поделить пополам. При этом некоторое натуральное число убывает, ну, например, сумма координат решения. Получаете, что если бы решение было, у нас бы получалось множество натуральных чисел непустое, без наименьшего элемента, что невозможно. Ну, такой подход называется методом бесконечного спуска. По сути дела, эта индукция есть в форме принципа наименьшего числа и довольно часто применяется вот в теории чисел. Понятно это? Да. Тут у нас есть очень хорошая задача, где предлагается доказать, что деление с остатком возможно. То есть, существует неполный частный остаток, но, к сожалению, мы ее пропустим, видимо. Так, рекомендую сделать это самостоятельно. Решение, если что, написано вот в том моем конспекте, который на английском. Но это несложно. Хорошо. Ага. Вот такой вот вопрос есть чуть-чуть в сторону. А у нас будут задачи по индукции, ну, в плане в листике? Ну, нет, там их нет. Но индукция применяется много где. Но специальных упражнений на индукцию у нас не предполагается. Хорошо. Но там множество задач по теории, множество, они требуют индукции. Вот давайте разберем одну типичную ситуацию. Очень часто бывает, что то утверждение, которое вам нужно доказать, оно по индукции не получается его получить. Почему? Ну, вот, если мы вернемся к формулировке принципа индукции, мы увидим, что смотрите, как он устроен. Надо, чтобы из фиатен следовало фиатен плюс один. Ну, понятно, что чем само по себе свойство фи сильнее логически, тем вроде бы легче доказать, что из него следует н плюс один. Правильно? Да. Чем сильнее посылка. Но, с другой стороны, в заключении тоже стоит фи, только для другого числа. И поэтому, чем сильнее фи, тем труднее его доказать из фиатен. И вот тут происходит такая борьба. То есть, утверждение, конечно, должно быть не слишком сильным, не ложным, например, самое сильное утверждение ложное, как, я думаю, вы уже знаете, но и не слишком слабым, чтобы мы могли доказать его по индукции. Поэтому часто является ситуацией, когда вот ровно то, что вы хотите, по индукции не удается доказать. Но вы утверждение усиливаете, доказываете его по индукции, а затем, ну, в качестве следствия получаете то, что вам было нужно. Вот есть очень красивая задача, принадлежащая, видим, машиню, которая иллюстрирует эту мысль. Представьте себе, что у нас есть пустыня такая, одномерная. Ну, пустыня, это ее можно отождествить с натуральным рядом. Там есть такие километровые столбики, которые означают, ну, так сказать, километры продвижения в пустыню. Понятно это? Да. У нас есть машина. Она, допустим, может на полной заправке проехать 100 километров. Ну, или сколько-то, ну, пусть 100. В точке ноль у нас находится бесконечный резервуар нефти. Бензина там. Которым машина может заправляться. Машина может возить с собой бензин, ну, в пределах бака. Ну, вот сколько там у нее есть, столько она может везти. В каждой точке имеется пустой резервуар тоже неограниченного объема. Ну, можно считать, что в каждой километровой точке. Вот она может у любого столбика создать какой-то запас бензина. За счет чего? За счет того бензина, который у нее имеется в баке. Только за счет этого. Требуется доказать, что она может доехать в пустыню сколь угодно далеко. Ну, очевидное утверждение ФИАТН. Можно доехать до Н. Можем ли мы это доказать по индукции? Давайте попробуем. Можно ли доехать до нулевого километра? Да. Мы уже там. Мы там стоим. Правильно. Допустим, можно доехать до Н. Следует ли отсюда, что можно доехать до Н плюс первого? Ну, вот вы до Н доехали. Давайте мы Н сюда поместим. Вот вы до Н доехали. Так, и что? Если мы доехали до Энтова, значит, у нас... Значит, вам хватило доехать бензина до Энтова. Больше ничего не значит. Ну, нет, это значит, что мы совершили какую-то последовательность действий, чтобы доехать до Энтова еще. Ну, совершили. Ну, хорошо, ради этого мы совершили. Нам, когда мы доехали до Н минус первого, у нас осталось еще бензина на один километр. Как минимум, да. В самом худшем случае еще на один километр бензина. А надо на два проехать. Можно как-то сказать то, что оставим здесь бензин на один километр, потом еще... И повторим то же самое. Проблема в том, что бензин мог здесь закончиться. Мы, конечно, можем пытаться доказывать, что мы можем доехать до любого Н, и нам там хватит бензина на один километр. Но это слишком слабое утверждение. Почему? Потому что, конечно, если мы здесь, и у нас бензина на один километр, нам хватит доехать досюда. Но нам не хватит этого бензина, чтобы здесь, в Н плюс один, создать новый запас в один километр. Понимаешь, что бензин можно в километрах мерить? Можно попробовать доказать, что если мы доехали до Н, то мы можем доехать до 2 Н. Но все равно проблема будет та же самая. Важно... Вы доехали до 2 Н, ну и что? А как вы доехали до 4 Н? Бензин кончился. Тут надо доказывать, что можно доехать и создать некий запас бензина. Но если вы будете создавать запас только до того, чтобы доехать до следующей точки, вам этого не хватит. Потому что вам надо в следующей точке тоже создать запас. Вы улавливаете моё мнение? То есть мы можем доехать и создать сколько угодно большой запас. Совершенно правильно. Вот какое свойство, ПСИ давайте его обозначим, нужно доказывать. Для любого К, обратите внимание, в свойстве, которым мы доказываем, появился квантер всеобщности. Для любого К ФИ от К и... Не, не, не надо ФИ. Для любого К можно доехать, про ФИ мы забываем, до Н и создать там запас хотя бы К единиц. Вот что мы будем доказывать. На самом деле этот квантер можно ограничить. Но там надо не один создавать запас, а там надо создавать хороший запас. Экспоненциально зависящий от Н. Сейчас мы в этом разберемся. Само утверждение понятно? Ну да. ПСИ от нуля, верно? Да. Почему? Мы уже там. Почему мы можем создать любой конечный запас? Потому что здесь априори по условию запас уже бесконечный нам дан. Понятно это? А вот там мы создаем запас для больше либо равно К единиц. Да, хотя бы К. Ну если он больше, это не повредит. Я только это имел в виду. Проверена база? Да. Допустим, у нас есть предположение индукции. Допустим, можно доехать до Н и создать там какой хочешь запас. Вот у нас предположение индукции. Что я теперь хочу? Хочу доехать до Н плюс А1 и создать там запас, хотя бы создать там хоть запас К. Итак, как же я могу вот сюда доехать и создать здесь запас К? Что мне для этого нужно? Нужно немного челноками поездить между этим пунктом предыдущим. Совершенно справедливо. То есть, откуда я возьму этот запас К? Я его возьму отсюда. Из точки Н, где запас имеется по предположению индукции. Правильно? Вот он большой. То есть, я реально здесь создам, чтобы создать в точке Н плюс А1 запас К, в точке Н я создам запас К-штрих. Какой? Сейчас разберемся. Ну, понятно, что мы будем вот так вот челночно ездить. Правильно? Да. Может, одного раза хватит, может, одного не хватит. Спокойно. Чтобы перевести К, нужно сколько поездок? За одну поездку туда и обратно мы сжигаем 2 единицы на саму езду. Правильно? Значит, полезная нагрузка какая? В баге 100 единиц. Значит, за одну поездку мы перевозим 98 единиц. Правильно? Угу. Значит, нужно К разделить на 98. И давайте это округлим. И еще, чтобы мало не показалось, единичку добавим. Давайте округлим тоже вверх. Еще единичку добавим. Это последняя поездка, последняя, которая нас приведет в Н плюс 1. Значит, ну, мы скажем, не нужно, а достаточно. Достаточно. Не надо тут ничего экономить, оптимизировать. Достаточно такого числа поездок. Это всем понятно? Да. А сколько нам нужно топлива, чтобы совершить столько поездок? Ну, 100. Мы же каждую поездку с полным баком начинаем. А, ну, да. Заправились, приехали, слили 98, вернулись. 100 на вот это число поездок, да. 100 умножить на вот это число. Но мы можем столько обеспечить? По предположению индукции мы можем иметь такой запас в Н. Понятная идея? Да. Ну, значит, мы можем, мы доказали индукционный переход. Мы можем доехать в Н плюс 1 и создать там запас К для любого К. Понятная идея? Не очень. Понятно, понятно. Полезно спросить, а приблизительно что это такое? Ну, это 198, правильно? То есть, если я здесь хочу создать запас К, здесь мне понадобится вопрос. Давайте, это 198, это какое-то число альфа, который больше единицы. Тут получается альфа К. Здесь у меня будет что? Альфа в квадрате К. А здесь альфа в НТК. То есть, у меня вот такой вот экспоненциальный рост происходит. Количество бензина, которое я на каждой станции должен задействовать. То есть, чтобы доехать до Н-того километра, я должен изначально отсюда взять вот столько бензина. Понятно это? Да. То есть, поскольку мы в явном виде все указали, сколько нам потребуется, то... Отсюда следует, что я тут мог бы немножко наше утверждение уточнить. Меньше или равно, чем там альфа Н. Ну, на самом деле... Нет, ну да. Ни к чему. Так, ну понятная идея. Вот. Хорошо. Вот. Так. Ну и еще, может быть, парочка задач, если вы не утомились. Но это нам, пожалуй, парочку-то надо. Ну да. Значит, смотрите. Уже такие более продвинутые задачи. Смотрите. У нас есть... Понятно, что такое двоичное слово? Ну, двоичное слово – это последовательность конечная. Нули и единицы, да. Есть двоичное слово длины Н большое. Разрешаются преобразования. Какие? Преобразование первого типа. Замена первой цифры. Замена первого бита. То есть, если у нас вот какое-то слово было, оно там с чего-то начиналось, с какого-то С, а дальше там X1 и прочее, Xn, то я могу его бит заменить на противоположный. Понятно. Ну, то есть, по сути говоря, мы можем мы можем прибавить единицу и перейти и пропихнуть эту единицу в следующий разряд. Ну, почему? Следующий разряд никак не меняется. И у нас есть замена бита после первой единицы. Если у нас было вот такое вот слово, ну, тут С, то я могу вот это С заменить на противоположный бит. Понятно, какие у нас есть преобразования? Да. Это всем ясно. Ну, и утверждение из любого слова можно получить любое другое той же длины, естественно, длина не меняется, конечной цепочкой преобразований. Ну, давайте мы сразу введем обозначение удобное. Вот если у нас было одно слово W и было другое слово U, вот такая двухголовая стрелочка означает, что есть конечная цепочка преобразований из W в U. Понятная идея? А зачем над W и U эти стрелочки? Не понял. Я обозначение такое ввожу. От W можно Q прийти вот конечной цепочкой. Хорошо. Ну, например, давайте в качестве примера я докажу, что 1-0-1-1 можно преобразовать во что? Ну, любое четырехбуквенное слово. 1-1-0-0. Ну, да. Как это можно сделать? Давайте смотреть. Ну. Нам надо, конечно, поменять последний бит. Это самое сложное. Правильно? Угу. Что мы для этого делаем? По идее, сейчас там нужно заменить первый бит? Заменили первый бит. Получилось такое. Заменить бит после первой единицы? Да. Заменили бит после первой единицы. Это преобразование второго типа. Получилось 0-0-1-0. Заменить первый бит? Теперь нам надо вот эту единицу опять поменять на ноль. Но перед этим надо вот этот ноль поменять на единицу. заменить бит после первой единицы заменить первый бит заменить бит после первой единицы так заменяем бит после первой единицы вот этот вот 0 1 0 0 так уже похоже Ну, о как. Чего-то у нас они чередовались совсем прям. Может, это не случайно? Есть вопросы по цепочке? Нет. Случайно ли они чередовались? Ну, хороший вопрос. Но дело в том, что может, например, преобразование 2 идти подряд? Ну, может, если, например, там вот вы что-то такое. Ну, это легко придумать. Вот один-один подряд они, конечно, идти не могут. Так, ну что, доказали? Дамы и господа, кто следит? Да, доказали. Кстати, на самом деле 2 подряд тоже идти не могут, потому что первые дни уже никак не меняются. А, ну да, тоже верно. Потому что тот бит, который мы там поставим, он перестает быть битом после первой единицы. Правильно, согласен с вами, да. Теперь давайте попробуем доказать, что это можно сделать всегда. Для этого нам надо утверждение, которое мы доказываем, сделать достаточно сильным. Вопрос. По какому параметру будет вестись индукция? По длине слова можно. Это не хороший вариант. Почему? Потому что, на самом деле, длина слова в наших рассмотрениях вообще никак не участвует. Евгений Владимирович, раз уж мы доказали, что у нас, по сути, есть всего одна операция, ну, ладно, на самом деле две, но может по количеству операций вести индукцию? Можно вести индукцию по количеству операций, но как? Ведь нам не дано, что есть какая-то цепочка. Нам даны два слова. Нам даны два слова, и мы хотим доказать, что цепочка есть. То есть, откуда брать это количество операций? Пусть нам дано слово длины, какой-то длины, тогда понятно, что с помощью наших операций, если применить их достаточно много раз, то из любого слова мы перейдем в то же самое, и попутно побывать в каждом другом. Это как раз ни к чему, потому что конечная цепочка по определению, в том числе пустая. В то же самое мы можем прийти, ничего не делая. Может, не услышали? Я бы сказал, попутно побывав в каждом другом слове такой же длины. Ну, так это утверждение содержит то, что нам нужно. Потому что побывав в каждом, мы придем в каждое. Давайте лучше посмотрим, как это процесс. Смотрите, мы ведь, чтобы заменить последний бит, мы превращали все биты до него в 0, 0, 0, 0, 0, 1. Правильно? Чтобы заменить вот этот вот бит, вот этот, что мы делали? Мы все биты до него превращали, в 0, 0, 1. Не можем ли мы доказать, что мы можем первый к бит превратить во все, что угодно? Если мы можем первый к превратить во все, что угодно, то и первый к плюс 1 тоже превратим первый в 0, 0, 0, 0, 1. Тогда и к плюс первый бит можно поменять. А это не является индукцией по длине слова? Нет. Это является индукцией по длине префикса, который мы преобразуем. То есть утверждение будет такое. Наше φ, оно выглядит следующим образом. φ от k. Для любого k. Дальше идет. Для любого n. Для любого слова v. Длины k. Для любого слова u. Длины k. Много квантеров всеобщности. Если у меня k меньше или равно, чем n. Так, ну я плохо написал. Подождите. Для любого слова w длины n. Для любого слова u длины k. Сейчас давайте аккуратно напишем. Если у меня k меньше или равно, чем n, то вот это слово w я могу за конечное число шагов заменить на такое слово. Там будет идти u, а потом пойдут все буквы слова w, ну начиная с k плюс первый. То есть я могу его префикс заменить на все, что угодно. Ну префикс это начало. Вот начало длины. Ну да, да. Доказательства. Вот при таком выборе утверждение доказательства особенно просто. Ну если k равно, φ равно нулю. Ну на самом деле у нас нет нулевого символа. Если мы нумеруем символы не с нуля, а с единицы. Там просто префикс длины k является пустым. Там ничего делать не надо. С пустым префиксом все ясно. Ничего не делаем. Правильно? Да. Ну если φ это единица, такой случай нам понадобится. А как нам, по сути дела, один символ заменить на то, что мы хотим? Используем приобретение 2. Ну или ничего не делаем? Или ничего не делаем, если u просто равно w1, то это u1. Понятно это? Да. Допустим, что первые k символов мы можем заменить на все, что угодно. Это предположение индукция. Мы хотим доказать, что и первые k плюс 1 символов мы тоже можем заменить на все, что угодно. Ну, смотрите. Берем наше слово. k плюс 1, w, k плюс 2 и все остальное. По предположению индукции мы что делаем? Мы заменяем первые k. Первые k символов заменяем на любое u, которое нам нравится. В частности, мы можем их заменить на что? Вот на такое слово. логично? Да. Теперь, применяя преобразование 2 или ничего не делая, если символ совпадает, но можно было вообще ничего не делать, применяя преобразование 2, мы что делаем? Мы получаем k плюс 1, заменяем w, k плюс 1, на u, k плюс 1. Остальные символы остаются на месте, правильно? А теперь мы видим, зачем нам был нужен квантер по w. Мы именно утверждаем, что любое слово длины n можно подвергнуть такому преобразованию. В том числе и вот наше новое слово, которое вообще говоря не равно исходному w, с которым мы начали. Нам важно, что здесь квантер всеобщности по словам тоже. Поэтому к этому слову тоже применимо предположение индукция, которое позволяет его префикс длины k заменить на то, что мы хотим. Понятно? А при этом у нас гарантируется, что k плюс 1 у нас не поменяется при вот этом переходе? Ну, конечно, гарантируется. Смотрите утверждение. Мы можем заменить. Вот здесь у нас было w1, wk. У нас именно префикс меняется. Ну да, да. Ну вот, остальное остается. Тут это прямо написано. Ну что, понятно? Да. То есть мы можем любой префикс заменить на любой. Итак, мы доказали, что у нас... Мы теперь видим, что мы можем для любой длины префикса любой префикс поменять на любой. Как отсюда следует, что любое слово можно заменить на любое? Какой надо взять префикс? Как доказали, что любое слово можно заменить на любое другое той же длины? Ну, взять префикс на уже длины. Взять префикс, равный по длине всему слову. Понятно? Да. Ну, если я любой префикс могу поменять, я могу и все слово рассматривать, как префикс взять и поменять. Понятно? Да. В чем здесь секрет успеха? Во-первых, в выборе индукции по длине префикса. Ну, это довольно естественный выбор. А во-вторых, в том, что наше утверждение, которое мы доказываем, достаточно сильное, что оно содержит кучу квантеров всеобщности. Вспоминаем машину с бензином. Ясно? Да. Ну, и давайте последнее. Это задача, где сильная индукция применяется по существу дела. Вот представляете себе, что такое выпуклый многоугольник? Вот то, что я нарисовал, это не выпуклый, не многоугольник, и что хуже не выпуклый. Но мы можем считать, что выпуклый. Многоугольник. Потому что геометрия – это искусство правильно рассуждать на неправильных чертежах. Значит, вершины покрашены в три цвета. При этом все цвета использованы. Цвета, естественно, можно обозначить цифрами 0, 1, 2. И второе. Нет соседей одного цвета. Значит, утверждается. Любой такой многоугольник можно разбить диагоналями, как говорится, треангулировать. Любой такой многоугольник можно разбить диагоналями на треугольники, у которых есть вершины всех трех цветов. Ну, исходя из темы нашего семинара, предполагается, конечно, решать эту задачу по индукции. Только вот что тут за индукция? А, диагонали должны быть непересекающимися? Должны, ну, конечно, разбить. Угу, понятно. Иначе что значит? Иначе не разбить. Ну, пример. Давайте, чтобы не быть голословными. Вот пятиугольник. Ну, ноль, один, допустим, два. Тут что? Какой тут цвет? Ноль. Только ноль. А тут? Только один. Как же его можно триангулировать? Ну, вот давай я себя вот так соединю. Это пойдет? Да, и там. И вот так. Вот. Но мне могло бы не повезти. Скажем, если бы я такую диагональ провел, это было бы плохо. Потому что один из треугольников не содержал бы вершин всех трех цветов. Так. Если мы хотим применять индукцию, то самый первый вопрос, на который мы должны ответить, по какому параметру эта индукция будет идти? Ну, по числу вершин. Однозначно. По n. По числу вершин. Ну, база n равно трем. База n равно трем. Естественно. Любой такой многоугольник, давайте сразу впишем, где n хотя бы три. Значит, если мы с трех начинаем, ну, все хорошо. Потому что если треугольник обладает вот этими свойствами, значит, он уже в треангуляции неужен, он же готов. Так. Допустим, n больше трех. Что тогда? Допустим, n больше трех, и мы можем раскрасить какой-то... Вот этот многоугольник, он правильно раскрашен. То есть там есть все три цвета, и нет соседей одного цвета. Мы, по предположению индукции, знаем, что n-угольник мы можем разбить на такие треугольники. Нет, нам дан n-угольник. А. Мы можем для любого меньшего числа вершин. А, то есть n-1 угольник можем. Ну, n-1 и n-2, здесь сильная индукция пойдет. Здесь мы не будем не только на предыдущие ссылаться, а на произвольно предыдущие. А можно, вот у нас там в утверждении написано, что любой такой многоугольник мы можем разбить. Но это не значит, что для любого n такой многоугольник есть. Это не значит, что для любого n такой многоугольник есть. Да, это не значит. Хотя я подозреваю, что это правда. Как... Давайте посмотрим, как мы можем получить n-угольник. Мы должны взять какой-то n-1 угольник. Вот это очень, очень скользкая дорожка, которую вы хотите у нас повезти. Это частая ошибка. Люди говорят, ну, такой многоугольник, он строится из многоугольника такого-то. Но, понимаете ли, вам же надо показать, что любой так строится. То есть надо не достраивать, а разбивать. Потому что вдруг тот, который получается вот из n-угольников как-то, как вы хотите нам сказать, вдруг это не все. Вдруг это не все. То есть мы берем n-угольник, проводим в нем какую-то диагональ, соединяющую вершину через одну. О! Вот это я не понял. А! Соединяющие две вершины через одну. Вот так, да? Да. Ну, это не очень хороший способ. Ну, предположим, ну, провели. Оказалось так. 0, 0, 1. Так не может быть, по-моему. Почему не может? Почему не может? Фигню говорите. Вот, пожалуйста, может. Да, 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 ладно, согласен. Нет. Значит, мы должны провести не просто какую-то диагональ. Мы должны определенную диагональ провести. А какую? Какую же? У вас была очень определенная диагональ, но нам не повезло с ней. Надо чуть менее определенную. Нам нужно провести диагональ, соединяющую две вершины через одну, у которой концы будут разных цветов. Ну, а почему такая есть? А зачем проводить через одну? А вот ваше желание отщипывать по одному, а надо пользоваться сильной индукцией. Давайте просто проведем какую-нибудь диагональ, но зато заведомо соединяющую вершины разных цветов. Давайте проведем диагональ, которая соединяет вершины разных цветов. А прежде мы докажем, что это возможно сделать. И именно здесь нам нужна выпуклость. Лемма. Кстати, а что значит выпуклый? Так, пожалуйста, кто у нас еще? Давайте, кто-нибудь пусть выступит, кто раньше особо не выступал. Так. Что значит выпуклость? Как вы это понимаете? Дамы и господа, пожалуйста. Ну, все точки многоугольник лежат по одну сторону от любой прямой, которая проходит через две его соседние вершины. Ну, можно так сказать, а можно сказать чуть по-другому. Любой отрезок, соединяющий две точки внутри, он целиком лежит внутри, а не так, как здесь. Правильно? Да. В частности, если этот отрезок является частью стороны, получается, ну, там, то, что вы говорите. А общее определение выпуклого множества, у которого нет там сторон, оно такое. Любой отрезок, соединяющий две точки, целиком принадлежит множеству. То есть, если он больше четырех, то многоугольники есть, вот не в любом, а в правильно раскрашенном, есть диагональ, соединяющая вершины разных цветов. Ну, доказательства. Мы же с вами помним, что у нас есть вершины трех разных цветов. Правильно? Да. Ну, потому что мы рассматриваем только те, где все цвета использованы. Давайте рассмотрим вершину цвета 0, вершину цвета 1, вершину цвета 2. И соединим их отрезками. Ну, если мы допустили, что не так, то, значит, эти отрезки чем являются? Если это не диагональ, то это? Стороны. Ну, да, стороны. Оказалось, что вот это обязательно стороны. Тогда это обязательно треугольник. Тогда это обязательно треугольник, потому что в силу выпуклости у нас наша вершина, четвертая, для нее никакого места не остается. Интуитивно понятно, что ей больше негде лежать. Понятно это? Да. Она должна где-то там внутри быть. А это противоречит твой выпуклостям. Поэтому хотя бы один из этих отрезков, он, конечно, должен быть диагональ. Итак, провели диагональ. Следующий ход. Значит, в принципе, хотя бы по одному. Переходим к двум другу. Ну, можно прийти к двум этим многоугольникам. Да, в каждом из этих многоугольников нету соседей одного цвета, и в них меньше вершин, чем в нашем. Да. То есть, казалось бы, что можно применить предположение индукции, но что-то нас все-таки останавливает. Как вы помните, многоугольник считается правильно раскрашенным. Когда? Если нет соседей одного цвета, это выполнено. А, все цвета использованы. А почему здесь все цвета использованы? А вот в обоих. Не факт. Поэтому возникают два случая. Первый случай. Все цвета использованы в том и другом. Но это случай простой. Что мы делаем? Тогда мы умеем оба многоугольника делить диагональ. Используем предположение индукции. Правильно. И в том и в другом есть какая-то там триангуляция. Мы их просто обидим. Ой, это совсем как-то нехорошо. Есть какая-то триангуляция. И мы ее используем и получаем триангуляцию всего многоугольника. Это понятно? Это был хороший случай. Но плохой случай требует некоторого размышления. Но он тоже не очень сложный. Вот мы провели нашу диагональ, но нам не повезло. Вот тут есть двойка, а вот тут нет двойки. Вот в этом, в правом. Что тогда? Тогда можно провести диагональ по-другому. Правильно. А как? Ну вообще желательно так, чтобы в обеих половинах была двойка. Но это нужно сейчас доказать. А давайте попробуем. А зачем нам двойка, нам другое число? Какое другое? Их всего три. Ну я имею ввиду, мы можем сделать так, чтобы провести диагональ. И в обоих подмногоугольниках была и там, и там не двойка, а какое-то другое. Ну а почему это возможно? Вот мы провели, а нам не повезло. Дело же не в том, что это двойка. Вот мы провели диагональ, соединяющую два разных цвета. А третий цвет есть только с одной стороны. Вот тут надо постараться, чтобы нам помогло то, что нам мешает. Давайте вот эту информацию о том, что здесь нет двойки, постараемся раскрутить. Если тут нет двойки, то что здесь? Чередуруются единицы и нолики. Значит, вот у этого нолика есть сосед. Какого он цвета? Первый. Может этот сосед совпадать вот с этим, с этой точкой? Нет. Почему? Что это диагональ, а не сторона. Правильно? Да. А у этого, у единички есть правый сосед? Ну да. Какого он цвета? Нолик. Может он совпадать с этой точкой? Нет. Потому что они разных цветов. Ну а теперь, после того, как мы достроили эти две точки, уже не надо быть особым олимпиадником, чтобы заметить, что Ну, смотрим в книгу, видим фигу. Ну что, если соединить их в виде хорды, диагонали, то ничего не поменяется. Ну, батенька, что-то вы что-то не то нам предлагаете. Надо с двойкой соединить. Ну а теперь... А, тогда двойка будет в обеих частях. Теперь у нас здесь есть 2, 0 и 1. И здесь есть 2, 0 и 1. К и Б применим предположение индукции. В них меньше вершин. Насколько меньше, мы не знаем. Вот поэтому здесь используется сильная индукция. Потому что мы не знаем, насколько меньше. Но просто меньше. Используем сильную индукцию. Понятно, что здесь происходит? Да. Так. Ну, хорошо. Давайте, как бы, считать, что семинар... Есть вопросы? Ну, вообще... А вот будут разбираться задачи какие-то сложные с индукцией, чтобы это было не на... Ну, не просто на натуральных числа, а как-то еще с множествами, в общем, связано. Ну, чтобы была индукция не по-натуральным. Но, понимаете ли, индукция не по-всякому множеству возможно. Мы... Вот как раз наша следующая тема большая, которую мы, я надеюсь, начнем в декабре, но заканчивать уже, к сожалению, будем в феврале, она будет посвящена такой обобщенной индукции по более сложно устроенным множествам, по обобщению натуральных чисел, по так называемым вполне упорядоченным множествам. Это называется страшным словом трансфинитная индукция. Но в конечном счете все идеи с этим связаны, но они в основном уже на натуральных числах их можно увидеть. Поэтому с натуральными числами надо дружить. Вот по этой задаче нет вопросов? Нет. Значит, тогда давайте мы и так схитрим. Мы будем считать, что мы семинар закончили, но кто для самых стойких, я расскажу призовую задачу. Давайте, прослушаем. Да. Ну, может быть, вы даже поучаствуете. Там тоже применяется индукция, но не очень понятно, почему это индукция. Ну, мы разберемся. Представьте себе, что у нас есть палата депутатов. Представили? Да. Палата депутатов конечная. Почему она конечная? Потому что бесконечное множество депутатов не прокормит ни одна страна. Значит, депутатов у нас, конечно, много. Депутаты – народ довольно вздорный. Если вы смотрели ролики из 90-х, вы помните, что драки там бывали, вот, в Думе. Да. А в менее таких культурных странах, чем наши, теперь случаются драки в парламентах. Это дело обычное. Вот. Значит, некоторые депутаты враждебны друг другу. Ну, давайте опять-таки обратимся к нашим политологическим знаниям и спросим себя вот о чем. Может ли депутат быть враждебен сам в себе? Как вы считаете? Может ли он быть враждебен сам в себя? Вряд ли. Вряд ли. То есть депутат – это человек позитивного такого, витального характера, что, конечно, он не является юношей бледным, со взором горящим. Он не будет там вешаться ни в коем случае. То есть к себе депутат относится хорошо. Сам в себе он не враждебен. То есть отношение враждебности двух депутатов, оно, конечно, и рефлексивное. Так. Ну, вот если, например, А враждебен по отношению к Б. Как вы считаете, что будет делать Б в таком случае? Будет ли он подставлять другую щеку? Опять-таки опираясь на наши знания о депутатах. Наверное, тоже он будет… То есть отношение симметрично. Симметрично, конечно. Значит, в парламент не берут таких вот… Это же не монахи, а депутаты. То есть подставлять другую щеку они вряд ли станут. То есть перед нами и рефлексивное, и симметричное отношение. Петель не бывает. И у нас каждые две вершины, они либо враждебны друг другу, либо нет. Такого рода структуры называются графами. К чему я и клоню. Вот у нас есть такой граф, и что нам дано? Нам нужно его сделать двудольным. Не совсем. Не совсем. У каждого депутата не более трех врагов. То есть, ну, в графовых терминах степень каждой вершины не больше тройки. Что нужно сделать? Нужно разбить на два множества непересекающихся так, что внутренних врагов, то есть внутри группы, внутренних врагов будет у каждого. Не больше одного. Вот как это сделать? Наверное, по индукции. А что за индукции? По числу депутатов, да? Исходя из моих знаний по графах, обычно в них ведется индукция либо по вершинам, либо по ребрам, но чаще всего с убиранием чего-то. То есть, именно с убиранием вершины или ребра. Ну, давайте смотреть. Если мы удалим какую-то вершину какого-то депутата, ну, у нас останется меньшее число депутатов, но если мы их привели в порядок, допустим, меньшее число депутатов можно разбить, да? Вот они как-то там. Ну, есть новый депутат. Вот он, я не знаю, вот как его удалить? Что мы о нем можем сказать? Ну, у него где-то есть враги. Например, у него здесь два врага, а здесь у него один враг. Что мы с ним делаем? Вот если его убрать, допустим, все хорошо. Ну, ладно, да. Здесь не получится убиранием, кажется. Здесь более естественно следующий подход. А давайте их разобьем как-нибудь и попробуем поправить. Назовем депутата плохим, если он, относительно разбиения, если он имеет больше одного внутреннего врага. Понятно это? Да. Какие бывают плохие депутаты? Ну, вот могло так статься, что у депутата два или три внутренних врага. Он плохой. Плохих депутата будем красненьким обводить. Значит, что мы с ним будем делать? Ну, в любом случае, если мы переведем его в другую часть парламента, то, ну, в Думу, в другую часть Думы, то у него... Мы не говорим, что это Дума. Не надо. Не надо. Это не какой-то иностранный парламент. Это не наша Дума. В нашей Думе все друзья. Вот. Значит, тогда у него... Вот он станет хорошим, правильно? Да. Он станет хорошим. Может ли какой-то еще депутат испортиться? Да, может. Какой? Ну, тот... Если у нашего депутата было три врага в его половине, то не может. Если два, то какой-то может. Ну, если у него всего два, то не может. Если у него все враги в его фракции, то тогда не может. Тогда число плохих депутатов убывает. Но вот проблема возникает, если у нас плохой депутат устроен так. Вот у него два внутренних врага, да? И один внешний. При этом у внешнего уже есть один враг в его половине. Да. Могло быть вот так вот. Тогда, если мы это у перенесем сюда, эту вершину, то сама по себе она-то станет хорошей, потому что у него теперь только один. У него теперь только один внутренний враг, но зато у него и два внешних. Зато Дубль-В мог испортиться. То есть мы видим, что шаги этой процедуры, они не всегда уменьшают количество плохих депутатов. Возможно, мы можем сделать ее полуинвариантной какой-нибудь там. Как это полуинвариантной? Ну, что суммарное количество плохих депутатов в графе не будет увеличиваться после каждого шага. Ну, суммарное не будет увеличиваться. Да ради бога. Предположим, суммарное остается постоянным. Но это означает, что наши шаги никогда не приведут нас к ситуации, где плохих депутатов нет. А стремимся-то мы к ней. А вместе с тем я утверждаю, что именно эти шаги, именно эта процедура гарантированно избавит нас от плохих депутатов за конечное число шагов. Ну, такое утверждение требует, естественно, доказательства. Но, коли у нас семинар, я предлагаю вам его доказать и заметить, что же все-таки убывает на каждом шаге. Общая конва такая. Натуральный параметр не может убывать бесконечно долго. Правильно? Да. Почему? Почему не бывает бесконечных убывающих цепочек натуральных чисел? Да это просто принцип наименьшего числа. Потому что в любой цепочке натуральных чисел есть наименьшее число. Логично? Да. Вот. Что же здесь убывает на каждом шаге? Какой параметр? Внимательно смотрим на картинку. И на том и на другом шаге некий натуральный параметр строго убывает. Скажите пожалуйста а вот в графах в графах можно считать ребра. Вот эти вот связи между депутатами в графовой терминологии они называются ребрами. Общее число ребер не меняется. Враги остаются врагами и новых враждебностей не образуется. Согласна? Ну да. Число ребер в одной доле тогда меняется по идее. Вот да. число только это не доля. Число внутренних ребер оно строго убывает. Давайте посмотрим вот на такой параметр. Число внутренних ребер. Вот что происходит вот здесь с числом внутренних ребер. Вот здесь было три внутренних ребра. Они исчезли стали внешними. Новые внутренние ребра добавились? Нет. Нет. Минус три внутренних ребра. Очень хорошо. Так. Что происходит здесь с числом внутренних ребер? Оно уменьшилось на один. Оно уменьшилось. Вот у нас было два внутренних ребра. Вот они. Вот они. Они пропали. Но вместо них образовалось одно внутреннее ребро новое и два внешних. Смотрите. Было два внутренних и одно внешнее, а стало два внешних и одно внутреннее. Общее число ребер не изменилось, а число внутренних оно на два уменьшилось, а затем на один увеличилось. То есть в итоге уменьшилось на единицу. Понятно это? Это всем понятно? Дамы и господа, всем ясно, кто еще не уснул? Остальные уснули. Ладно. Утверждение. Да. Вот это число внутренних ребер убывает на каждом шаге процедуры. Логично? Да. Следствие. Используем принцип наименьшего числа. Есть шаг процедуры, но есть последний шаг процедуры. Ну, потому что оно же не может бесконечно убывать. Да. но у меня есть такое утверждение. Пока есть плохие депутаты, можно сделать шаг. как вам такое? Ну, да, можно его перевести. Ну, вот, мы же доказали, что пока есть плохой депутат, шаг можно сделать. А вместе с тем есть последний шаг процедуры. Какой же вывод из этих двух? значит, что если нельзя сделать шаг, то тогда плохих уже нет. Да. На последнем шаге нет плохих депутатов. Но это означает, что наша процедура приведет нас к разбиению, где плохих депутатов нет, где все депутаты хорошие, то есть имеют не более одного внутреннего врага. понятное это? Да. Смотрите, мы не только доказали, что существует разбиение, мы сделали гораздо больше. Мы привели алгоритм, про который мы доказали, что он завершается и строит хорошее разбиение. Это очень интересно, особенно с точки зрения программирования и так далее. где бывает очень важно доказать, что написанная вами программа действительно завершается и действительно приводит к тому результату, который вы от нее ждете. То есть мы построили такой алгоритм. Возьмем произвольное разбиение и будем корректировать плохих депутатов вот так, как мы сказали. И хотя мы не построили никакой оценки, мы доказали, что на каком-то конечном шаге обязательно возникнет такое состояние, когда шаги невозможны, то есть плохих депутатов нет. По-моему, довольно изящно. Ну, да. Вопросы, возражения, замечания, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...